Здравствуйте! Сегодня на вопросы телезрители ответит старший госинспектор отделения технического надзора Максим Кондратов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. На трассе в лобовое стекло попал камень, пошла небольшая трещина. Могу ли я пройти технические осмотры? Есть ли какие-то нормативы по длине или ширине скола, при котором эксплуатация будет запрещена? Что у нас гласит порядок прохождения технического осмотра и вся с этим связанная документация? Если у вас прилетел камень и пошла трещина в лобовом стекле, техосмотр вы не пройдете в том случае, если у вас трещина идет в зоне работы стеклоочистителей со стороны водителя. Все очень просто. Водитель за рулем, смотрим прямо, включаем дворники, работа стеклоочистителей. И если здесь в этом участке трещины нет, соответственно техосмотр вы пройдете. По каким причинам эксперт может не поставить техосмотр? Здесь очень обширный список тех неисправностей, при которых технический осмотр не пройдет. Даже трудно начать говорить, потому что проще взять диагностическую карту, если у вас имеется старая, и просто посмотреть и прийти по пунктам от А до Я. Что у нее написано? Там все прописано. Что проверяет эксперт? Это и работа двигателя, и внешние световые приборы, и капли падения масел, жидкости каких-либо. Все в диагностической карте прописано. Берем и читаем. Подходит, смотрим на своем транспортном средстве. Не это есть? Нет. Что визуально могу определить без приборов? Это большая составляющая работы эксперта. Это выявление технических неисправностей визуально. То есть там вариант есть моментов, когда проверяется с помощью приборов, а больше процентов 60-70. Это работа эксперта визуально, и выявление данных неисправностей. Но каждый водитель должен понимать о том, что есть те неисправности, которые влияют на безопасность дорожного движения. Возьмем такую составляющую, как работа тормозной системы. То есть, что мы визуально можем определить, вывернув колесо и лево-вправо, или заехав на подъемник на стол, мы можем посмотреть, трещины имеются ли на трубопроводах. Это самое простое. То есть, если имеются трещины, либо повреждения, коррозия, что может повлиять на работу тормозной системы. То есть, резкое нажатие на педаль тормоза, возникает давление в трубопроводе. Соответственно, если имеются трещины, то трубопровод может порваться, и, соответственно, вы вовремя не затормозите, видите впереди идущее транспортное средство, либо еще куда-либо. Соответственно, вот такой момент. Колесо вывернули, посмотрели визуально то, что мы можем увидеть. Другая составляющая – это рулевое управление. Каким образом можно тоже визуально определить? Также, вывернув колесо влево-вправо и поработав рулем, незначительные повороты влево-вправо. Можно посмотреть, имеются ли хождения рулевых наконечников, либо вообще какой-то люфт визуально. То есть, мы рулем поворачиваем, можно почувствовать, держась за руль, имеются ли какие-то там перехождения, скрежет, еще что-либо. То есть, уже тут нужно задуматься о безопасности своего транспортного средства и обратиться на ближайший пункт СТО, где вам диагностику сделают. Все эти технические неисправности, как тормозной системы, как рулевое управление – это самая первая составляющая, на что нужно смотреть. Так как эти неисправности влияют на безопасность на дороге. То есть, водитель может ехать и совершить ДТП. Это все составляющая ДТП с пострадавшими в итоге. То есть, любая техническая неисправность, серьезная, да, это, еще раз повторюсь, рулевое – это тормозная система, это неисправность далее резины, шины, да, сейчас особенно актуально в межсезонье. То есть, у нас либо ставят шипованную с нешипованной. Первый гололёд сразу все покажет. Если стоит шипованная с нешипованной, все моментально. Разворот где-то затормозили, машину занесло, все влетели. То есть, внимание, вот на такие неисправности должно быть и что, к чему это может привести. Как узаконить внесение изменений в автомобиль? Можно ли вначале переоборудовать, а затем узаконить внесение изменений? Что у нас такое термин «несение изменений в конструкцию транспортного средства»? Это установка либо демонтаж предусмотренных конструкций транспортного средства, деталей и механизмов, влияющих на безопасность дорожного движения. Что нужно сделать для внесения изменений в конструкцию? Зачастую у нас приходят, обращаются к нам граждане, когда уже внесли изменения в конструкцию ТС, а потом говорят, а мне будет это нужно все узаконить. Ребята, стоп. В данном случае нужен порядок, какой он прописан в постановлении РФ 413, в котором прописано, что узаконить процесс переоборудования и внесения изменений в конструкцию нужно до переоборудования. То есть, сначала мы захотели что-то установить на свое транспортное средство, и после этого мы обращаемся в госавтоинспекцию для внесения изменений. А уже не после того, как мы установили и катаемся по городу, и сотрудник остановил нас и сказал, а я и выписал штраф и выдал требования. И тогда прибегают, а я хочу это узаконить. Нет. Снимаем сначала все то, что вы сделали, обращаемся в аккредитованную организацию, которая выдаст заключение предварительной технической экспертизы на предмет возможности установки того или иного переоборудования на транспортное, на ваше транспортное средство. После этого идем в госавтоинспекцию, госавтоинспекция проверяет представленные документы и смотрит вообще возможно ли это, да, и правильно ли организация кредитованного выдала данное заключение. И после того, уже после этого заключения, в выдаче разрешения сотрудникам, гражданин идет и переоборудует свое транспортное средство, переоборудует на станции техобслуживания, проводит после переоборудования технический осмотр, А опять-таки обращаются в аккредитованную организацию для получения протокола проверки безопасности конструкции. Протокол проверки, то есть проверяются все детали, механизмы и пакет документов на предмет допуска к участию в дорожном движении своего транспортного средства. То есть после этого, второго этапа, получения протокола, гражданин обращается в госавтоинспекцию для получения свидетельства о соответствии конструкции. Это конечный этап, где будет разрешено двигаться по дорогам общепользованные с тем изменением, с которым он обратился вначале. Хочется отметить о том, что предусмотрена административная ответственность за внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения госавтоинспекции. Соответственно, штраф на водителей физических лиц 500 рублей и выдача требований о недопущении в дальнейшем управлении снесения изменений в конструкцию автомобиля. Для организаций интернет-предпринимателей, чей транспорт самовольно переоборудуется, здесь штраф до 8000 рублей. Если не выполнят требования, в данном случае документы передаются в регистрационное подразделение для решения вопроса об аннулировании регистрации транспортного средства. Спасибо, Максим. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...